Недавний разгул стихии принес немало неприятностей городу-курорту. Был нанесен ущерб как к инфраструктуре города, так и жителям Анапы. Одна из проблем, с которой столкнулись городские службы – ураган повалил деревья, а из-за снега поломало много веток. Во избежание подобных ситуаций коммунальщики начали обрезку деревьев на улице Краснозелёных. Высота 50-летних платанов более 25 метров каждый. Рабочие на механическом подъёмнике с трудом добираются до вершины дерева. Задействованы три единицы техники. По нормам безопасности высота деревьев в городской черте не должна превышать 10-12 метров. Здесь же невооружённым взглядом видно, что размеры превышают нормативы. Поэтому специалисты делают обрезку на уровне пятого этажа. Оставлять зелёные насаждения в их первоначальных размерах – это опасно. Чего не видят пешеходы, снизу не видно опасных сухих веток. Вот мы поднимаемся наверх, если там видно будет. Поднимаемся наверх, там очень много сухих веток опасных, которые при ветре могут упасть на пешеходов, могут упасть также на ларьки, на крыши, на машины. Ну, то есть опасно. Иван Иванович Левченко прожил на этой улице почти 60 лет. Участвовал в строительстве близлежащих домов, а также был в числе тех, кто высаживал эти деревья. Тогда это были маленькие молодые саженцы. Утверждает, что за всё время эти 11 платанов никогда не обрезали и не кронировали. Это же подтверждают и специалисты. По моему взгляду, они не обрезались, эти деревья нет. То есть даже не видно старых спилов, чтобы их кронировали до этого. Платаны – это долговечные насаждения. В городских условиях они могут прожить до 150 лет. Как утверждают специалисты, судя по спилам, деревья абсолютно здоровые. После обрезки веток питание ствола улучшится, и уже через год вырастут новые ветви, которые создадут тенистый коридор. Но это уже будут безопасные зелёные насаждения. На обрезку одного дерева уходит порядка 3-4 часов. Поэтому работы озеленителей продлятся до начала следующей недели.